Я вас приветствую! И после Фантомов 1998 года грех не вспомнить еще одного обделенного вниманием и обласканного критиками Фантома. Нет, не того, который избили Зейном, хотя и про него как-нибудь можно будет вспомнить, а про того, который The Darkest Hour, 2011 года выпуска. Про американских айтишников, прилетевших в Москву делать многомиллионный бизнес, но угодивших в эпицентр инопланетного вторжения. Помимо того, что фильм сей был спродюсирован Тимуром Бекмамбетовым, также к его созданию приложили руку не последние в индустрии люди. Даже режиссер Крис Горок, для которого Фантом стал второй режиссерской работой, до этого выступал художником в ряде популярных и даже культовых фильмов. Правда, после Фантомов про него, если и вспоминали, то, наверное, только как про режиссера Ноунейма, снявшего хуйню за 30 миллионов баксов и пропавшего с радаров. Актерский состав фильма, к слову, тоже вызывает интерес. Ведь тут, на одной съемочной площадке, встретились относительно известные зарубежные актеры с нашими отечественными звездами кино. В общем, на первый взгляд, любопытная солянка, которая при бюджете в 30 миллионов долларов, как будто бы даже что-то заработала. Но с такими оценками должна была заработать значительно больше, чтобы не кануть в лету. Короче, давайте смотреть, как за 6 лет до притяжения инопланетяне посетили Москву. Итак, начинается фильм с вступительных титров на фоне карты звездного неба, на которой кто-то как будто бы устраивает гонки на светоциклах или играет в змейку. То есть нам сходу дают понять, что в космосе мы не одни. И более того, пока человечество насилует Луну, представители внеземных цивилизаций давно наставили в космосе светофоров и летают между звезд исключительно по правилам космического движения. Ну или как-то так. Кстати, сами титры сделаны прикольно. Сначала нам показывают вариант на кириллице, а потом на латинице. И даже без таких вот оказий. И вот мы на земле. Точнее, над землей. Любуемся бекмамбетовскими спецэффектами ради спецэффектов. Который он так любит, что готов вставить в фильм сцену с падающим с неба болтиком, длящуюся целую минуту. Или ту дофига хитро отлюбленную пулю, из фильма особо опасен. На самолете же этому летят два главных героя. Шон и Бен. Один из которых играет на телефоне в Dead Space. Который, что интересно, вышел в том же году, что и фильм. Такая вот бесполезная информация и любопытный продакт-плейсмент. Если это он. И еще, недавно я сам возвращался с отдыха на самолете и, сидя в неудобном кресле лоукостера, с нетерпением ждал. Когда, наконец, окажусь дома и начну делать этот обзор, плюхнувшись в свое новое кресло Thunder X3 Core Modern. Это кресло – вершина комфорта с технологией SYNC 6, делающей сидячий образ жизни менее вредным. К примеру, вот этот рычаг регулирует наклон сиденья, снимая нагрузку с бедер. И его можно зафиксировать в удобном положении. Дополнительно отрегулировав глубину сиденья. Кресло вообще можно вертеть, как только душа изволит. Синхронный наклон позволяет откидываться без отрыва ног от пола. А подвижная спинка Core RDI автоматически адаптируется под вашу осанку и поддерживает поясницу. Жесткость раскачивания тоже можно отрегулировать, как вам удобно. Лично я использую его для просмотра фильмов и монтажа видео. Что делать стало намного удобнее. Это уже не просто кресло, а премиальное кресло мечта. Стильное, технологичное, подходит под любой интерьер. А бесшумные колесики, карман сзади и подушка добавляют еще комфорта. Конечно, надо понимать, это не бюджетная покупка. Но она стоит своих денег на все 100%. В конце концов, это айфон от мира кресел. Самое технологичное кресло на рынке на сегодняшний день. Если уже спина чешется купить, то переходи по ссылке в описании. И не забудь использовать промокод TERL20 для скидки 20% на все кресла. Сэр, пожалуйста, выключите игру. Она может помешать нашей системе навигации. Вы правда в это верите? Что за черт? Господа, сохраняйте спокойствие. Не покидайте места, ситуация под контролем. Это же небольшое короткое замыкание. Нет никакого повода для беспокойства. Тем не менее, испытав серию микроинфарктов, они таки добираются до Москвы и сразу выдвигаются на презентацию своего продукта. Это социальная сеть для любителей путешествий. Система, основанная на GPS, позволяет молодым людям находить модные бары и клубы по всему миру. Да, это такая экспозиция. Чел рассказывает своему напарнику, что они привезли в Москву. Как будто тот не знает или забыл. Хотя, если судить по его целеполаганию, произошло то и другое сразу. Наши планы в Москве такие. Надо напиться, потрахаться и оказаться в русской тюрьме. Милости прошу к нашему шалашу. И да, как я уже говорил, мы имеем дело с американскими айтишниками. С крутыми программерами. Хорошо, хорошо, с крутыми программерами. Приехавшими в Москву мутить бизнес. Поэтому сейчас поставьте ролик на паузу и напишите свой самый невероятный вариант того, что было дальше. Ну, кроме нападений инопланетян. Обещаю отлайкать каждый такой комментарий. По крайней мере, за первые два дня. Помимо же того, что айтишники едут в Москву, а не наоборот, альтернативную реальность мира этого фильма еще выдают вывески на улицах города. Ведь тут нет привычных Ростикса, Вкусная Точка, Старс Кофе. А вместо них красуются какие-то Макдональдс, Старбакс, терминалы Киви. Едут же они по Москве под рэпчик про Москву. Это Останкино, это история, парень. Это то, что ты знаешь, что я знаю. Который был до легендарного. Это жесткий город, своя шкала контрастов. Купеческая мека, государство в государстве. Хотя, если честно, я не вижу разницы. Кроме того, что от второго аппетит просыпается. И вот мы, наконец, подбираемся к ответу на вопрос, что было дальше. Приехав на презентацию своего продукта, американские стартаперы внезапно узнают, что у них отжали их перспективный стартап. Причем сделал это нековарный, ушлый русский Мойша. Молодой человек, мы узкие, не обманываем друг друга. А какой-то швед в исполнении Юэля Кинамана. Эээ, постой, что это значит? Это бизнес. Это преступление. Ой, да ладно, тебе не впервой. Главное, не пытайся судиться. Зачем тебе два потрясения подряд? И после такого поворота, как будто бы уже никакого нападения инопланетяна не надо. Хотя для этих двоих Alien Invasion теперь единственная возможность выйти из сложившейся ситуации. Как этому пареньку разборки хищника с чужим дали шанс замутить с девчонкой. Сложная отсылка, но, надеюсь, хоть кто-то понял. Тем не менее, эти двое решают следовать плану Б. План Б? Да тут нужен план С, Д и Е. И вот они уже в клубе, где Шон пытается мыслить позитивно. Забей. Поверь, все это полное дерьмо. Хорошо, засудим их. Мы наймем крутого международного адвоката, который знает русские законы. Русские законы? Ты че, дурак? У нас же у русских только один закон. Водка внутри, а снаружи бутылка. Сынок, смотри какой кадр. Кадр что надо? Надо бы закадрить ее. На самом же деле в клубе оказывается тот швед, поимевший их во все бизнес-отверстия. А также две американочки. Застряла в Москве, помогите. Которые прилетели в Москву просто по приколу. Например, чтобы заблудиться на Красной площади. Похоже, мы заблудились. Нет, судя по карте, мы в двух кварталах. Но не суть, ведь все ключевые персонажи в сборе. Пора бы и виновникам торжества заземлиться. И выглядит это так, как будто кто-то запустил в небо огромное количество обракованных китайских фонариков. И вот они теперь все падают. Зрелище это такой невероятной красоты, что обжабанные клаберы выходят на улицу поглазеть. А дежуривший рядом с клубом ДПСник решает оштрафовать свалившийся с неба спецэффект за неправильную парковку. Или что-то типа того. Но превращается в прах. Как вампир, напоровшийся на шпагу Блэйда. Зеваки оперативно текают обратно в клуб. Но светящиеся хрени, рассредоточившись, начинают их преследовать. И принудительно аккремировать всех, кого догоняют. Только успевая урны подставлять. В этой неразберихе только бармен сохраняет самообладание и угощает гостей из другой галактики коктейлями. Но есть нюанс. Ушлый швед, следуя логике, сэкономил, значит заработал, избавляется от эскортницы. В итоге пятерым ключевым персонажам удается спрятаться в какой-то подсобке. Вообще они берут с собой еще шестого. Но режиссер, видимо, потом заглянул в сценарий, не увидел там шестого выжившего. И поэтому... Он мертв. Жаль, конечно, этого добряка. А еще кто-то подумал, что их молчаливая реакция на происходящее, выраженная только лишь в их удивленных лицах, выглядит недостаточно убедительно. И решил эту сцену очень нелепо доозвучить. Что им нужно? Они убивают всех. Рубят как капусту. Тихо, тихо, тихо. Что за черт? Откуда это взялось? Натали! Ого. Ого, что за... Нет, нет, нет. У меня перестал работать кишечник. Что это за штуки? Они везде, но их не видно. А чтобы напряжение совсем достигло апогея, зрителю дважды показывают один и тот же кадр с разных ракурсов. О, Боже! Откуда это взялось? Натали! Что происходит? Ну вот, шум наверху стихает. И выжившие решают посидеть, попердеть, подумать в течение четырех дней. Благо запасов хавчика там не на один месяц. Последняя банка. Приятного аппетита. Как, уже все? Ну понятно. И вбить, и жрать, и горло, день и ночь. Ну реально, они за четыре дня поглотили содержимое всех этих коробок. Ладно, хоть и до этого Тутанхамона дело не дошло. Наверное, они его между собой как-то по-другому называли. Ведь в их положении Тутанхамон звучит чертовски аппетитно. И да, четыре дня и ночи в подвале без душа среди своих испражнений не сильно сказались на их внешнем виде. Даже прически у девушек не сильно испортились. Впрочем, это не разделители и даже не яма, чтобы уделять внимание этим деталям. Тем более, что звуков с поверхности не слышно уже более суток. А значит, пора выползать на белый свет, который теперь выглядит так, как будто это фильмы «Метелица зима мертвых». Разве что зомби по улицам не бродят. Вообще, никто не бродит. Только какая-то бабка замуровывает себя изнутри. Вопрос, откуда у старой кирпичи и цемент, такой же волнующий, как и с какой целью пришельцы напали на землю. И такой же безответный. От бабки они не получают никакой полезной информации. Новинский бульвар. В городе все мертвы. Не думайте, что они вас пощадят. Потому что их русский оставляет желать лучшего. Войте, Света, слышите? Переведи. Мы все умрем. Это все? Да. И вот они уже возле храма Христа Спасителя. Пытаются перейти мост. Хотя, если учесть, что им нужен Новинский бульвар, где расположено посольство США, они уже на правильной стороне. И на их удачу теперь это мост глупости. Но они не унимаются и все равно хотят перейти реку. Есть еще один мост. Точно. Ребята, пошли. Идем обратно. И оказываются на Красной площади. А как мы нашли это место? Ааа, через этот блок. То есть, если отметить на карте места, где они побывали, получится такой вот маршрут. Протяженностью примерно в 10 километров. Которые они прошли ножками. Одна из девушек так вообще босиком. А Бен походкой Чарли Чаплина. Бля, как же смешно он ходит. Ну и да, надо им было сюда. Впрочем, что с них взять? Они гости в большом городе. А в качестве навигации у них какая-то туристическая карта с достопримечательностями. И осознавая это, они хотят взять нормальную карту. В одиноко стоящей на площади машине ДПС. Видимо, за весь их путь им не попалась ни одна машина ДПС. Даже та, которая стояла непосредственно возле клуба. Так или иначе, карту они находят. Но вдруг. Умирает собака. Да почему так-то? Почему опять собака? Почему не голубь? Да хоть сто голубей. Чем собаки так насолили киноделом? Я не понимаю. И никогда, наверное, не пойму. Да я хуй с ними. Тем не менее, пёс как появился, так и исчез. А пришелец замечает воришек. Но те прячутся под машину. И пришелец такой, показалось, видимо. И улетает дальше испепелять собак. А наши герои укрываются в гуме. Гум это вообще самое лучшее в мире укрытие. Из которого кто-то сделал вообще все вывески. А командоры Дринкинс таки посадили бройлер 747. Шон озвучивает умозаключение, основанное на его наблюдениях. Та машина как-то завелась. Их выдает электричество. Уличные фонари, фары. Днем опаснее, чем ночью. Пойдем в темноте. Поэтому они решают дождаться ночи и переодеться заодно. Как назло, за халявными покупочками приходит и пришелец. Опять один. Как будто среди этих фонариков не было ни одной Тамары. Или они успели поделить между собой Москву на зоны ответственности. И опять-таки Шон замечает, что пришельцы не видят сквозь стекло. Еще они не видят сквозь машины, стены, шубы и глухие при этом напрочь. Сиди здесь. Не двигайся. Но вот то, что они не видят сквозь стекло, это куда важнее. И даже пригодится еще разок. Ну а то, что Шон такой сообразительный, можно было понять по сцене в аэропорту. Когда он залатал дырку в пиджаке. Так что тут ничего удивительного. Он даже по-научному может объяснить ситуацию со стеклом. Наверное, они чувствуют нашу биоэлектромагнитную хрень. Вполне возможно. Под землей живут люди-крабы. Вполне возможно. Можно есть жопой и осрать ртом. Вполне возможно. Мужчины с маленьким членом живут дольше. Вполне возможно. Зато с большим красочнее. Вполне возможно. Уверен, они видят наши электроимпульсы, а стекло блокирует их. Ты уверен в этой теории? Как можно быть неуверенным в биоэлектромагнитной хрени? Это то же самое, что отрицать психосоматическую залупу. В общем, они покидают ГУМ и без труда добираются до посольства, которое выглядит печально, как и все вокруг. Швед находит автомат и, испугавшись какой-то фигни, начинает шмалять. Инопланетяне реагируют на это абсолютным безразличием. Видимо, они полная противоположность пришельцам из тихого места. В этой локации герои немного разделяются. Швед остается внизу, потому что... Черт подери! Мы не знаем, что наверху! Вы хотите, чтобы вас убили? Я... я останусь здесь. Потому что он идиот и истеричка. А остальные идут наверх, где находится помещение, больше похожее на подземный бункер. Там даже керосиновая лампа есть. Эдакая штаб-квартира Карлсона. Хотя, если судить по такому вот окну, это было импровизированное убежище последних выживших, которые не выжили. Нет больше дома. Такого, каким он был. Да, теперь он выглядит как-то так. Пересохли реки и озера. На месте лесов появились пустыни. Целые континенты превратились в бесплодные земли. Впрочем, еще они обнаруживают рацию в клетке, из которой доносятся повторяющиеся сообщения на русском, которого ни один из этих недорослей не знает. Говно, залупа, пенис, хер, давалка, хуй. Что он говорит? Повторяется сообщение. Поэтому им нужен швед. Он понимает по-русски. Он может перевести сообщение. Да-да, мы помним его уровень знания русского. Еще с высоты они замечают, что пришельцы что-то мутят и делают несколько важных предположений. У них должна быть какая-то цель. У них должно быть есть план. А главное, у них есть тактика, и они ее придерживаются. А вообще цели этих инопланетян можно описать как бессмысленное и беспощадное вторжение на другую планету, чтобы побесоебить. Тем временем швед увидел свет в оконцах и пошел в гости. И вот же досадное совпадение. Тут как тут пришелец. И даже два. Поэтому без вариантов. Шведа соображают на двоих. Они, конечно же, тоже решают сходить в гости. Смотри, вот что увидел Скайлер. Там кто-то есть. Кто бы он ни был, он сможет понять это сообщение. Но вы все еще не сможете понять того, кто поймет это сообщение. Я не сдаюсь. И пока не сдамся я, ты тоже не сдашься. Чего же мы ждем? Давай сдадимся вместе. В общем, они опять и беспрепятственно добираются до цели. Вообще, Москва, захваченная пришельцами, когда нужно дойти с пункта А в пункт Б, таит в себе столько же опасностей, сколько пустошь в сериале по Фоллауту. Наверное, прогулка в день ВДВ для них выдалась бы сложнее. И к слову, я бы посмотрел фильмы про нападение инопланетян на Москву в день ВДВ. Думаю, он вызвал бы фонтан эмоций. В доме Тома они встречают девчонку с идеальным английским. Твои родители здесь? Извини. Ничего, я в порядке. Если бы не обстоятельства, в которых это произошло, я бы сказал, что они везунчики. Живет же она с Питером Джексоном, или... Сергеич. Да-да-да. Который даже не задает вопросов, кого она нахрен привела, и который сделал из своей квартиры клетку Фарадея. Давно ли у него этот дизайнерский ремонт, или он его замутил за последние четыре дня, фильм умалчивает. В любом случае, выглядит пи***та. Как будто попал в Сайлент-Хилл после наступления тьмы. Ну и главное, тут мелочи и ключи не ронять. Я Вика. А, это наш кот. Бегемот. Не шалю. Никого не трогаю. Починяю примус. Это так... Хорошо. Замечательно. Это надо отметить. Сергеич говорит, эти твари состоят из волновой энергии. Ну, если Сергеич говорит, тогда верим. Выясняется, что сигнал поступает с подводной лодки в Москве-реке, которая отплывает завтра в шесть часов. Он сказал, они на севере города. Мы сможем пробраться через город? Да. Ой, да они его уже вдоль и поперёк исходили. Знают каждый закоулочек. Лучше коренного москвича. Поможете мне набрать еды? Да, детка. Я уже не детка. Сергеич постарался. Вместо же еды девчата добывают проблемы. Потому что их на одном из последних этажей замечает пришелец. В открытое б***ть окно. Видимо, очень душно было. Девки бегут обратно в клетку, но не могут закрыть дверь. И тут я считаю целиком и полностью вина Сергеича, который построил клетку, собрал микроволновую пушку против пришельцев. Микроволновый излучатель. Сюда поступает энергия и посылается мощный микроволновый заряд отсюда. Но не смог сделать нормальный замок. Пушка, кстати, работает. Получилось! Сработало! Но как замок заедает. Чёрт заела! Поэтому Сергеича дезинтегрируют, как и блондинку. Остальным удается сбежать. И уже за поворотом они натыкаются на антигуманоидный партизанский отряд. Во главе с Гошей Куценко на коне. Не понимаю, как люди вообще посмели забыть этот фильм. Опять появляется одинокий инопланетянин, которого партизаны начинают расстреливать и жечь. Как будто раньше это помогало. Но на самом деле они его так дразнят. Чтобы потом вмазать по нему из гранатомета. Получив такую плюху и потеряв кусок жопы, пришелец сваливает зализывать раны. Это Россия, тварь. Это Москва. Америкосы, что ли? Своих пришельцев не хватает. На наших приехали посмотреть. Чем стреляют? Микроволнами. Что-то вроде космического бластера. Чем стреляют? Это? Спичками? Что-то вроде спичкострела. Сломался. Когда они генерируют лучи, им приходится тратить энергию. Они перестают быть невидимками. Тогда мы шмаляем. Мы только раним их. Это всего лишь осколки. Это вы еще про стекла не знаете и биоэлектромагнитную хрень. Перекинувшись парой фраз, ведь Гоша по-английски как по фене ботает, они идут в штаб партизан. Откуда иностранцы сразу хотят свалить. Но не потому, что условия содержания плохие. Просто, чтобы не опоздать на последнюю подлодку. Гоша начинает их отговаривать. Вы не дойдете, Шон. Почему? Сюда-то дошли? Нет. Вы дошли только до Арбата. А мы провели вас сюда. Ему ведь не вдомек, что они уже пол Москвы меньше чем за день обошли. Как будто у них у каждого в жопе по самокату. Вы хотите попасть сюда, но эти районы, этот, этот и этот, уже захвачены ими. Вражеская территория, вы не пройдете. Надо идти кругом, вот так. На это уйдет пять недель. Они управятся за пару склеек с общими видами Москвы, как это было во все прошлые разы. Но все же Гоша решает проводить новых знакомых до подлодки. Пойдем через метро. Это наш шанс. Артем подскажет дорогу. Неплохо получилось. Это все Натали. Откуда такие красавцы? Но нет, в метро тоже нифига не безопасно. Там, как и везде, обитает один пришелец, с которым бравые партизаны почему-то не хотят воевать, из-за чего в мире становится еще на одного Бена меньше. И все, они выходят из метро. Видимо, пришелец наелся Беном. На выходе же их так удачно встречает баржа. На корабль. Рега течет на север. Она приведет нас в подлодке. На которой они решают по течению доплыть до подлодки. И как бы пофиг, что течение в другую сторону. Это я на кинопоиске подглядел. Но так или иначе, до подлодки они совсем чуть-чуть не доплывают. О боже. Что им нужно? Медь, никель, металлы, что проводят электричество. Эти твари их шрут. И не успевают они ничего предпринять, как на них падает дом. Немножко поболтыхавшись, они оказываются на подлодке. Видимо, течением отнесло. Всех, кроме Натали. Ее отнесло течением в другую сторону. Такая типичная река с двусторонним течением. Шон хочет спасти подругу. Но подводник не намерен его ждать. И придумывает отмазки буквально на ходу. Послушайте, вас я могу забрать. Но мы должны уходить, у меня приказ. Чей приказ? Капитана Николая Иванова. Я поговорю, где он? Погиб. Блять, это прозвучало примерно как... Я забыл дома... Пенис. Короче, Шону дают шанс спасти Натали. И они, не теряя ни секунды... Шон, надо разработать план. Начинают придумывать план и крафтить оружие. Больше батарей дадут более мощный луч. Сможете выстрелить 4 или 5 раз. Давай, тащи сюда всю свинцовую хрень из лаборатории. Только быстро! Будем делать хрени с хрени, чтобы воевать с хренью. Весь фильм как будто держится на хрени, и поэтому сам хрени. И откуда вообще подводник знает, как работает микроволновая пушка, которую на кухне собрал какой-то Сергеич, который... Электрик, а может сантехник, а может... Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. В общем, сделав из микроволновки еще одну микроволновую пушку, просто примите это, мужики идут спасать Натали, которая уже забурилась вглубь какой-то промзоны. Там на них сразу нападает очередной одинокий пришелец. Шон сбивает с него микроволнушкой защитный барьер, и мы видим, что за ним скрывается очень плохая графика, которую партизаны дружно расстреливают. Работает! Работает! Микроволновка работает! Примерно такие же эмоции испытал я, когда впервые расплавил сыр в микроволновке. Тут же появляются еще сразу три пришельца. Под финал фильм решил расщедриться. Их до хрена! У нас не хватит мощности. За мной! Блин, это вода! Наверное, самый драматичный момент за всю карьеру Гоши Куценко. Она закоротит заряды и создаст цепную реакцию. Вода закоротит микроволны? Это же какая-то хрень! А точно, это же хрень! И вообще, как я могу сомневаться в словах человека, который додумался закрасить маркером дырку в пиджаке и вывел существование биомагнитной хрени? Ну и чтобы долго не тянуть резину, сразу скажу, что план прокатывает. Три инопланетянина превращаются в ноль инопланетян меньше, чем за 20 секунд. Шон же находит Натали и еще одного пришельца. Они едут кататься на троллейбусе. Пришелец, вместо того, чтобы подлететь к ним и испепелить, тянет свои щупальца. Застрял он там, что ли? Троллейбус-то пустой, чтобы бояться потерять место. Шон стреляет в супостата из микроволнушки, после чего кидает в него кусок жопы другого пришельца. И каким-то неведомым образом это срабатывает. Босс-файт, о котором должны слагать легенды. Ну и как бы все, победа. Не в глобальном плане, но зато как минимум. Мы надрали им задницы, они у них оказывается есть. Гоша это произносит, даже не открывая рта. Мы надрали им задницы, они у них оказывается есть. Вот же ж профессор Ксавье прямоходящий. Далее партизаны остаются на берегу. Сегодня мы научились сражаться. Иди и научи этому всех остальных. А это последний день уничтожения и первый день войны. Если бы пафосом можно было убить, я бы сейчас был при смерти. Не передумаешь. Нам отступать некуда. У нас позади Москва. А сейчас бы меня точно добило. А американцы с девочкой грузятся на подлодку, как и планировали. Прошу. Починили? Да, я заменил поврежденные детали. Будет работать в подлодке. Классно, что на подлодке есть сервис по починке сотиков. И связь до сих пор работает. Надеюсь, на этой подлодке есть все необходимое для его починки. Подлодка выходит в открытое море. А наши герои узнают о выживших во всех уголках планеты. Я даже связался с военной группой Париха. Они уничтожили отбор из башен пришельцев. Они уничтожили башню. Еще бы. Там же расположена штаб-квартира Юбисофт. Ну и в общем-то все. Конец. И как выразился один рецензент на кинопоиске, этот фильм больше похож на технодемку, как какой-нибудь Скайлайн, для демонстрации возможностей. И ощущается каким-то пустым и безидейным. Особенно это касается каких-то нелепых и бестолковых пришельцев. Хотя сейчас, несмотря на свои недостатки, он воспринимается как ископаемая эпохи. В которую мы или вернемся еще не скоро, или вообще никогда не вернемся. Плохо это или хорошо, пускай каждый для себя решает сам. У меня же на этом все. Всем спасибо за внимание. Следите за своим здоровьем и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok